Максим Шугалей родился 24 февраля 1966 года в Ленинграде, где и провел детство. После окончания средней школы подросток поступил в электротехнические институты имени Ульянова Ленина в родном городе, где отучился всего три курса. Устроившись на работу в 90-х, Шугалей не смог совмещать ее с учебой в ВУЗе, но позже поступил в Санкт-Петербургский госуниверситет, где осваивал право и социологию. Не сумев сочетать командировки с учебой, Максим бросил и это учреждение. Покинув ВУЗ, Шугалей занялся юридической практикой и консультированием бизнеса в России и за рубежом. Параллельно участвовал в общественной, благотворительной и политической деятельности, представлял депутатские интересы на выборах, организовывал избирательные кампании, руководил фондом инвалидов Матисса Фостров. В 2019-м Максим Анатольевич возглавил группу социологов, которые улетели в Ливию с целью проведения исследований для Фонда защиты национальных ценностей. Под руководством Шугалей работали россиянин Александр Прокофьев и переводчик Самер Суэйфан. Втроем исследователи опрашивали жителей, брали интервью, что не понравилось исламистским боевикам, которые не поверили, что анкетирование носит научный характер. Весной 2019-го в африканской стране, раздираемой гражданской войной, Шугалей вместе с Суэйфаном попали в плен. Прокофьев за несколько дней до инцидента улетел на родину. Социологов похитили прямо из дома двое мужчин европейской внешности и позже передали в руки радикальные группировки Рада. После ареста по подозрению во вмешательстве в выборную кампанию местного парламента и президента российских исследователей заключили в тюрьму в Триполи. Для освобождения Максима Анатольевича и его коллег к делу подключился МИД России. Однако процесс осложнялся отсутствием в Ливии российских дипломатов, эвакуировавшихся в 2014-м в соседний Тунис. Место заключения социологов печально известно нечеловеческими условиями содержания, пытками и торговлей людьми. Спустя несколько месяцев, проведенных там Шугалей и Суэйфон записали видеообращение, в котором рассказали, что к ним прекрасно относятся местные власти, а вот Россия совсем забыла о своих гражданах. Однако Александр Прокофьев, посмотревший ролик, был уверен, что коллег вынудили солгать, а на самом деле заключенные выглядели истощенными и запуганными. Кроме того, Максим Анатольевич незадолго до командировки перенес инсульт. Осомер страдал диабетом, но необходимые препараты, по мнению Прокофьева, им вряд ли предоставляли. Также Александр сообщил, что Суэйфона поместили в тесную камеру, куда набили еще 30 человек, а Шугалей заключили в бетонный мешок, а затем надолго отправили в карцер после неудавшегося побега. В июне 2020 исследователей перевели в более комфортные условия, переселив на виллу, но оставив под охраной. Об истории социологов, попавших в руки исламистов в Африке, сняли детективный фильм Шугалей. Картину показали на российском телевидении в апреле 2020 года, затем перевели на английский и арабский языки и транслировали на Ютьюбе и телеканале на Ближнем Востоке. В сентябре 2020 появилось продолжение художественной ленты Шугалей 2 о судьбе российских исследователей в ливийской тюрьме. Двоих политзаключенных освободили из плена только к декабрю 2020 года. Шугалей вернулся на родину и записал еще одно видео, в котором поблагодарил российские власти, участвовавшие в освободительной операции, уточнил, что не может рассказать всей правды, но подчеркнул, что Ливию буквально силой заставили отпустить его из Уэйфона. Спустя два года социолог пролил свет на историю своего спасения и назвал имя человека, которому был обязан своей свободой. Им оказался Евгений Пригожин. Именно он нашел некоего мужчину, который был связан с кланами Миссурата и Триполи. Но посредника арестовали, как и адвоката, пытающегося добиться законного освобождения пленников. Любой, кто пытался как-то повлиять на ситуацию, оказывался вне закона. Но Пригожин не опускал руки. Когда все дипломатические и юридические возможности были исчерпаны, военачальник отправил тысячу бойцов к воротам Триполи. Вернувшись в Россию, Шугалей занял президентское кресло в Фонде защиты национальных ценностей. В конце августа 2021-го он улетел в Афганистан для проведения социологического анкетирования на фоне напряженной внутриполитической ситуации в стране. Исследователь получил охранную грамоту, разрешающую работу и обеспечивающую безопасность, и встретился с простыми гражданами и представителями Талибана, организацией, признанной в России террористической. На фоне массовой эвакуации иностранных граждан и беженцев Шугалей отметил, что Кабул постепенно возвращается к мирной жизни без паники и угрозы гуманитарной катастрофы. В Россию Максим Анатольевич прилетел 1 сентября, рассказал, что собрал большой материал и отметил, что картинка, которую последние 20 лет показывали американцы, контролировавшие Афганистан с 2001 года, сильно отличается от действительности. По мнению Шугалея в стране царила разруха, беззаконие, голод и обнищание населения параллельно с обогащением властной верхушки, поэтому местные жители даже надеются, что талибы наведут долгожданный порядок. Личная жизнь Шугалея связана с супругой Натальей, с которой Максим Анатольевич растит двоих детей. Жена тяжело переживала полуторагодовалое заключение мужа, особенно после того, как увидела фото исхудавшего и осунувшегося супруга из тюрьмы. По возможности Наталья передавала ему медикаменты и письма через адвоката, изредка общались с супругом по телефону. Вырученные от проката картины Шугалей деньги жена социолога направила на благотворительность, закупив аппараты искусственной вентиляции легких. Медицинское оборудование Наталья передала ливийским женщинам и детям вместе с другими гуманитарными посылками. О профессиональной биографии, общественной и политической деятельности и семье Максим Анатольевич рассказывает в личном инстаграм-аккаунте, в котором регулярно публикуют фотографии и новости.